Не секрет, что любому муниципалитету значительно удобнее вырастить собственных специалистов, востребованных на рынке труда данной территории, чем приглашать иногородних работников. Но зачастую в Белоярском вчерашние выпускники не знают, где себя применить. Пополученное в местном политехническом колледже профессии работает только около 40%. Остальные в лучшем случае устраиваются на смежные специальности. Кто-то уходит в армию, другие в декрет, третьих работодателей не берут из-за недостаточно высокой квалификации. Еще одна причина – отсутствие мотивации у самих выпускников, не устраивая заработная плата или условия труда. Сегодня Белоярский политехнический колледж предлагает обучение по более чем 20 профессиям. Нефтегазовый профиль тоже был 5 лет назад. Сейчас его нет. Но скоро, похоже, ситуация изменится. Есть запросы от работодателей. Естественно, колледжу наверняка стоит прислушаться к мнению работодателей и обсудить вопросы о возможности возобновления, либо уже готовить по целевому направлению, может быть, и другие специальности. Самый востребованный – это оператор по добыче нефти и газа, слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования, слесарь по электрооборудованию и слесарь КПА. Вот как бы четыре сны. Ну, водителей, естественно. Заместитель начальника предприятия «Сургутнефтегаз» Станислав Суздалов отметил, что ежегодно к ним в компанию трудоустраиваются от 50 до 75 молодых специалистов. И только 15 из них – впускники Белоярского политехнического колледжа, начиная с 2012 по 2014 год включительно. Это, конечно, немного, поэтому необходимо улучшить взаимодействие между этим образовательным учреждением и «Сургутнефтегазом», разработать образовательную программу, устраивающую обе стороны, заинтересовать старшеклассников Белоярского района этой отрасли экономики, практиковать наставничество, привлекая промышленников на учебные занятия, например, для проведения тренинга в колледже, предложил Сергей Маненков. У нас сегодня шикарный колледж, шикарные специалисты. Давайте мы как-то составим дорожную карту, как сегодня ковать в Белом Яре специалистов, за которыми бегали бы кадровики «Сургутнефтегаза». Давайте сделаем так. Ну что, у нас дети, у нас все дети одаренные. Как и Станислав Суздалов, директор предприятия «Ритекберскнефть» Максим Борисов выразил заинтересованность в высококвалифицированных специалистах, тем более, что компания намерена увеличить производство более чем в два раза, сохраняя при этом высокую производительность труда. За ближайшие три года порядка 20 человек мы планируем увеличить штат рабочих профессий. С учетом ухода работников на пенсию за пять лет порядка 47 человек. То есть, есть вакантные места на сегодняшний день, это семь вакантных мест, но в основном это инженерно-технические работники. О профориентации в образовательных учреждениях проинформировала председатель комитета по образованию Елена Жданова. На нашей территории с миром профессий знакомят уже начиная с детского сада, с помощью специальных макетов, игровых, тематических занятий и так далее. В школе ребята расширяют эти знания посредством экскурсии в различные организации, профориентационных бесед. Детей тестируют, выясняя их предпочтения в выборе будущей профессии. А в 10-11 классах юные белоярцы могут уже выбрать образовательную программу по тому или иному профилю. На базе второй школы с 2016 года успешно работает медицинский класс. Участники заседания предложили создать в городе еще и нефтегазовый класс. Уже где-то года два назад уже планировали открыть такой класс, но были финансовые проблемы, были другие проблемы, юридические и так далее. И тогда мы набрали 15 заявлений. Думаю, что если мы не наберем целый класс, мы можем сделать половину класса, то есть сделать какую-то одну отдельную группу. Беседа получилась информативной. Участники встречи наметили планы работы по обучению, а затем и трудоустройство выпускников района. Белоярский политехнический колледж планирует расширить спектр подготовки по востребованным на рынке труда профессиям. Александра Плескач, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский. Действия с работодателями.